Добрый день! Сегодня мы познакомимся с новой главой «Человек в окружающей среде». Узнаем, как происходит и от чего зависит адаптация человека к изменению температурных условий. Вы уже знаете о разнообразии экологических факторов и закономерностях их воздействия на живые организмы. Давайте вспомним ключевые понятия. Что такое экологические факторы, на какие группы они делятся и к чему они приводят? Нажмите на паузу и подумайте. Экологические факторы – это свойства и компоненты среды, вызывающие у организма приспособительные реакции, адаптации. Выделяют следующие группы экологических факторов – абиотические, биотические, антропогенные. Адаптация – это признаки или комплекс признаков, обеспечивающих выживание организма в конкретной среде обитания. Человек вынужден приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. Одним из важнейших абиотических факторов, влияющих на все физиологические функции всех живых организмов, в том числе и человека, является температура. Для человека в легкой одежде комфортной будет температура воздуха плюс 19-20 градусов Цельсия, без одежды плюс 28-31 градус Цельсия. Что же происходит с человеческим организмом, когда температурные параметры меняются? Как происходит адаптация к изменениям температуры? На эти вопросы мы сегодня постараемся получить ответы. На человека оказывает воздействие не только фактическая температура воздуха, но и ее среднесуточная изменчивость. Так, изменение среднесуточной температуры воздуха на 1-2 градуса считается слабым. На 3-4 градуса Цельсия – умеренным, более чем на 4 градуса Цельсия – резким. Как переохлаждение, так и перегревание вредны для здоровья. При длительном воздействии на организм человека низких температур происходит сужение периферических сосудов, изменяется метаболизм, что может привести к снижению работоспособности и возникновению простудных заболеваний. Среди последствий длительного воздействия высоких температур можно назвать понижение кровяного давления, нарушение водно-солевого обмена, изменение химического состава крови, тепловой удар. Высокая температура воздуха также неблагоприятно воздействует на функции органов пищеварения и вызывает у человека быструю утомляемость. От каких же факторов зависит восприятие человеком температуры? Наиболее чувствительно усиливает температурное ощущение ветер. При сильном ветре холодные дни кажутся еще холоднее, а жаркие – еще жарче. На восприятие организмом температуры влияет также влажность. При повышенной влажности температура воздуха кажется более низкой, чем в действительности, а при пониженной влажности – наоборот. Так, при температуре плюс 20 градусов Цельсия, насыщенный влагой воздух, движущийся со скоростью 3 метра в секунду, кажется таким же прохладным, как неподвижный воздух при температуре плюс 14 градусов Цельсия. Восприятие температуры индивидуально. Одним людям нравятся холодные морозные зимы, а другим – теплые и сухие. Это зависит от физиологических и психологических особенностей человека, а также от эмоционального восприятия климата, в котором прошло его детство. Адаптация человека к температурным колебаниям в окружающей его среде делится на биологические и социальные. Биологические позволяют организму воспринимать температурные изменения и адекватно на них реагировать. При адаптации к высокой температуре изменяется водно-солевой обмен, поэтому для восполнения потерь жидкости и минеральных веществ в условиях жаркого климата рекомендуется петь больше жидкости, в том числе и ягодные морсы и солевые растворы. Адаптационные возможности организма к низким температурам повышаются путем закаливания. Социальные адаптации заключаются в строительстве комфортного жилья, пошиве одежды, создании бытовых приборов. В адаптациях к температурным изменениям ключевую роль играет нервная система, а также железы внешней и внутренней секреции, такие как потовые железы, щитовидная железа, анат, почечники. Они регулируют работу гладких мышц стенок артериол и скелетных мышц. Подробные приспособительные реакции органов к температурным изменениям показаны в таблице 2 на странице 68 вашего учебного пособия. Организм человека получает информацию о температуре окружающей среды с помощью периферических терморецепторов, расположенных в коже и слизистых оболочках. Одновременно центральные терморецепторы гипоталамуса реагируют на изменения температуры внутренней среды. Они способны реагировать на очень небольшие, порядка 0,01 градуса Цельсия, колебания температуры тканевых жидкостей. Совместная работа гипоталамуса и коры больших полушарий обеспечивает поддержание постоянства температуры тела. В данном процессе участвуют симпатические и соматические отделы нервной системы, а также железы внутренней секреции. При воздействии низких температур симпатическая нервная система обеспечивает снижение потерь тепла за счет сужения сосудов кожи. Если этих реакций недостаточно для поддержания гомеостаза, подключаются железы внутренней секреции. Щитовидная железа выделяет гормон тироксин, который включает химические механизмы, в результате чего ускоряется обмен веществ. Соматическая нервная система повышает мышечный тонус, вызывает мышечную дрожь. Все это приводит к усилению потребления кислорода и увеличению теплопродукции. Одновременно возрастает работа сердца, повышается кровяное давление, скорость кровотока в мышцах. Высокая температура среды возбуждает тепловые рецепторы, импульсы которых включают рефлекторные реакции, направленные на повышение теплоотдачи. При этом расширяются сосуды кожи, ускоряется движение крови по сосудам, теплопроводность периферических тканей увеличивается в 5-6 раз. Если для поддержания теплового равновесия этого недостаточно, повышается температура кожи и начинается рефлекторное потоотделение, самый эффективный способ отдачи тепла. При этом активность соматического отдела нервной системы и желез внутренней секреции снижается. Сегодня мы с вами изучили способность организма человека адаптироваться к изменению температурных условий окружающей среды. Мы узнали, что в осуществлении адаптационных процессов ключевая роль принадлежит нервной системе, железам внутренней секреции, гладким и скелетным мышцам. Немаловажную роль в приспособительных реакциях человека играют социальные факторы. Более подробную информацию об адаптациях человека к изменению температурных условий можно узнать в параграфе 14 учебного пособия. Я желаю вам успехов!